МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Игоревич, ноябрь был месяцем борьбы с диабетом. И вот в продолжении этой темы врачи нам говорят, есть меньше сахара. Правильно? Вот скажите мне такой вопрос, является ли панацеей средства, которые заменяют сахар? Это сахарозаменитель, вы имеете в виду? Ну, для человека, страдающего диабетом, конечно, сахар нежелательный продукт, потому что он резко повышает сахар в крови, а это для них критично. Поэтому для них рекомендуются сахарозаменители. А для обычных людей, у кого нет никаких проблем, то есть нет никакого подозрения, и сахар нормальный, нужно пользоваться этими сахарозаменителями? Ну, в этом есть определенный смысл, потому что если у человека есть проблемы с массой тела, то сахар лучше ограничить. Сахар – это идеальный продукт для набора веса. И сахарозаменитель нужно только выбирать правильное. Есть химические, которые не совсем желательные, а есть природные сахарозаменители на основе, например, травы, стевия. И вот много производителей, которые производят такие сахарозаменители. А мёд? Мёд точно так же повышает сахар. Да, он сладенький. Но с сахаром. Но это с сахаром получается то же самое. Вот если вот так вот не вдаваться в биохимические механизмы, подробности, то мёд – это тот же самый сахар, но с элементами пчеловодства. То есть там тоже фруктоза и глюкоза есть, и всё это влияет на сахар в крови. Владимир Игоревич, скажите, вот вообще сахар, он чем-то может быть полезен для организма? Потому что я знаю, что хоть и есть такое распространённое мнение, что соли и сахар – это белый яд, каждый там в своей пропорции, но соль, если её нет в организме, организм начинает испытывать некоторый дискомфорт. То есть даже врачи иногда рекомендуют употреблять соль в пищу. А сахар, он может быть рекомендован? Он вообще зачем-то нужен? Зачем-то нужен организму? Ну, любой человек, если спросить, для чего нужен сахар, все скажут – для удовольствия. Потому что это сладкое на языке. Но, по сути говоря, без глюкозы, без сахара жить никто не может. Но сахар должен поступать не с сахарного песка, а из углеводов, которые долго перевариваются из сложных углеводов. Это, например, какая пища? Крупа, например, и всё, что делается из крупы. Ой, это невкусно. А из крупы можно сделать и макаронные изделия из твёрдых сортов, крупы, хлеб, хлебцы, утруби. Ну, то есть это будет не сладко, да? Это будет не сладко. Там есть сахар, но это не сладко. Но опять же нужно разобраться, что в природе существует, чего не существует. Вот есть, допустим, свёкла сахарная, есть тростник сахарный, но нет сахара. И наш организм не приспособлен для таких искусственных продуктов. Может, тогда свёклу есть? Ну, а почему нет? Сахарная, прям целиком. А как вообще? Глюкоза крайне важна. Без глюкозы жизни нет вообще. Но она должна поступать равномерно и медленно, но не в виде сахара. А как же говорят, что для работы мозга полезно, сладенькое? Глюкоза. Но глюкоза, она и с крупы поступает, и с сахара. Ну, то есть опять что-то может быть... Всё только на кашках, да? Да, не вкусно. Ну, в общем-то, в правильном питании нет запретов вообще. Есть только разумное ограничение правил питания. А что вообще такое правильное питание? Правильное питание — это то питание, которое заложено природой для человека. То есть вот для каждого вида живого существа есть какие-то продукты. И опять же, всё, что создано человеком, это продукты искусственные, и они не всегда бывают полезны. Потому что они лишены каких-то компонентов, и там встречаются какие-то дополнительные добавки. Возвращаясь, опять же, к вашим словам, хлебцы — это же искусственно созданные. А, нет, они делаются из цельного зерна, к примеру. То есть это цельное зерно, которое очень быстро обрабатывается, и оно сохраняет все свои свойства. Оно нерафинированное, без добавок. И это, по сути, то, что должно быть. Это смотря какой марки, наверное, да? Мы сейчас не будем углубляться, чтобы не рекламировать. Но ведь есть компании, которые, будем говорить, так спекулируют на этом. То есть называют хлебцы, а на самом деле там искусственно какой-то продукт есть. Нет, но искусственных вряд ли там. Они могут быть рафинированы или нет. То есть если хлебцы состоят из муки высшего сорта плюс вода плюс масла, конечно, тут не совсем все. Потому что мука, которая без оболочки, она лишена пользы. Вся польза именно в оболочке зерна, в зародыши. А там это... Что тогда надо прочитать мне на этикетке, выбирая хлебцы? Ну, либо чтобы составилось цельнозерновых продуктов, цельное зерно. Либо это мука плюс отруби. То есть это сочетание. Потому что если взять зерно, это идеальный продукт для человека в плане питания. Это жиры незаменимые, белки, углеводы, микроэлементы, витамины, клетчатка. То есть как раз весь спектр сбалансированных продуктов. А давайте зрителям расскажем для понимания. Ну вот правильное питание, да, действительно на слуху. Вот вы сказали, что это только то, что натуральное, природное. Вот если каким-то простым банальным языком, это что можно и нужно есть, а что нельзя. Ну понятно, что мы все не перечислим, но хотя бы основы какие-то. Нет, все хотят быть здоровым, но для этого нужно потрудиться. То есть нельзя в хорошую машину заливать плохой бензин. И никто этого не будет делать, потому что ремонт будет очень дорогой. А человек чем отличается? Мы точно такой же организм, который требует эксплуатации правильной, заправки правильной. И вот есть просто... Да, да, да. То есть, конечно, наш организм, он очень крепкий. И он может очень много переработать всех нежелательных продуктов. Но если это будет поступать, допустим, иногда и в небольших количествах, мы спокойно будем жить. Но если это будет каждый день и в большом количестве, то ничего хорошего не будет. А вот если вот отмести грубо самые плохие продукты, это фастфуд, по сути искусственные продукты, это кондитерские изделия и колбасные изделия. Хотя бы вот так вот от этого, если мы ограничим себя. Совсем человеческое, да? Нет, но опять же, производители, которые все это производят, если вы не можете от этого отказаться, значит, вас просто подсадили на эти продукты. Потому что там содержится сахар, глутамат, натрия. Это легальный наркотик пищевой, который вызывает зависимость. Это удовольствие, это сразу же сигнал в мозг идет. И человек потом снова и снова покупает такие продукты. А как соскочить? Да, как это, да, психолог, получается. Ну, есть люди, которые действительно психологически от этого очень сильно зависят. Есть люди, которые полностью отказываются от нормальной еды, питаются только фастфудом, и они погибают потом. И очень много таких примеров было. Но если я говорю, что, вот как мы говорим с нашими людьми? Вот есть можно все, но есть разумное количество пищи и правила питания определенных. Вот это какое разумное количество? И что лучше кушать утром, днем и, допустим, вечером? Ну, основой питания, конечно, должны быть, вот как ни странно, продукты, которые называются углеводы, но их нужно разграничивать между собой. Потому что цель питания любого живого существа – получить энергию. Энергия наша – это глюкоза. Поэтому мы должны углеводы получать несколько раз в течение дня равномерно. Это все, что из крупы делается, это все, что из бобов делается, бобовые продукты. Это орехи, семечки. И плюс остаются у нас фрукты, ягоды, ну и часть овощей. Это же картофель, кстати, и другие корнеплоды. То есть вот эти продукты все содержат углеводы, поэтому мы должны это обязательно пищу вводить в свой рацион. То есть мы можем есть гарниры любые, эти же крупы, макароны, картофель, рис, там, бобовые какие-то. Мы можем к гарниру добавить овощи, мы можем на перекус использовать фрукты, ягоды. Как добавка к гарниру эти же идут продукты, хлеб зерновой, хлебцы. Ну, то есть это, по сути, самое обыкновенное питание. Любое время суток. А есть, да, я хотела спросить, есть какие-то утренние и вечерние там виды продуктов? Ну, есть продукты тяжелые для пищеварения, это мясные продукты. То есть самое тяжелое для пищеварения – это мясо. Из того, что вы сейчас перечислили, те продукты, которые содержатся... А эти продукты, они не тяжелые. То есть хоть когда, в любое там время, там, даже если я на ночь поем, там, не знаю, картофельное пюре. Нет, просто нелогично питаться на ночь, потому что ночью, ну, во-первых, все, что мы съедаем на ночь, это откладывается в жировую ткань, и никто не сможет похудеть тогда, если на ночь будет наедаться. Даже если пару орешков съесть или семечек? Нет, это возможно. То есть, опять же, здесь или там порция ужина полноценная, застолье, или это небольшой перекус, который допустим, в принципе. Но желательно за 3 часа до сна завершить прием пищи, чтобы кишечник успел всю эту пищу переварить, и она не в жировую ткань потом отложилась, а израсходовалась в течение вот этого времени перед сном. То есть нет таких продуктов, которые организм переваривает ночью? Потому что есть очень много полезных сайтов, которые там советуют и курочку-то можно, и там, не знаю, орешки погрызть какие-то. Вот первый момент, то, что набор веса, а второй момент, не все об этом знают. У нас ночью в основном вырабатывается соматотропный гормон. Ребенку он нужен для роста, это гормон роста. А взрослому человеку нужен для омолаживания, для омолаживания. Если человек постоянно питается на ночь, то он просто быстрее стареет, у него ускоряются процессы старения. И никто не хочет, наверное, рано состариться и набрать вес. Поэтому лучше завершить прием пищи за 3 часа до сна. А если совсем голодный, желудок уже болит, или там подозрение какое-нибудь, там, вдруг гастрит, или еще что-то. А что можно скушать за 3 часа до сна? Какое количество пищи можно скушать и что? Это небольшое количество пищи. Ну сколько небольшое? У всех разные понятия. Говорят, ладошку надо с горсткой на ладошке. Вот этот размер стакана, он не работает. Почему? Потому что у каждого человека разный метаболизм, скорость обмена веществ разная, разный режим работы, разная физическая нагрузка. И вообще, как бы, генетически есть моменты, которые предрасполагают к набору веса или нет. И нормальный размер порции, это когда человек покинул стол с чувством легкого голода. Вот это значит, человек съел свою нормальную порцию. Я думаю, что каждый из вас, если хотя бы раз в жизни такая была ситуация, что вы съели ровно полпорции, вам пришлось отвлечься куда-то, отойти от стола, на 10-15 минут, когда вы пройдете, вы уже не захотите есть. То есть сырость, она наступает всегда, но не сразу. И вот это вот главный секрет, по сути, для снижения веса, для правильного питания. А что в этой порции должно быть? Просто тоже, опять же, бытуют всякие мнения расхожие, что там мясо нельзя, например, смешивать с картофельным пюре, и надо есть только с овощами, овощи лучше отдельно, фрукты отдельно и ими не заканчивать трапезу. Эту теорию придумал Поль Брек раздельного питания, хотя сам он бывший доктор, и многие его критикуют за незнание вообще просто физиологии. То есть, по его теории, белки и углеводы вместе не перевариваются, что белки, вот если взять вот тарелку, да, чашку Петри, то белки перевариваются в кислой среде, в углеводы в щелочной среде. И он сделал вывод, что щелочная и кислая среда вместе никак не могут сосуществовать. Но, однако же, у нас совершенно очевидно, что в желудке это и кислая среда, там подготовка к пищеварению идет, а дальше на 12-перстной кишке это щелочная среда, где все усваивается и всасывается. И вот в 12-перстной кишке, где, по сути, происходит основной процесс пищеварения, из одного отверстия вытекают ферменты сразу же для переварения и белков, и жиров, и углеводов. То есть, все одновременно переваривается. То есть, балансированное питание – это... Это правильное питание, просто, да. Нет, все можно, но наш кишечник, он устроен очень как бы хитро, то есть, там такие вот ворсинки, и на каждом этаже ворсинки идет пищеварение разных компонентов. То есть, одновременно перевариваются и белки всасываются, и углеводы, и жиры, все это одновременно происходит. Хорошо, вот вы говорите много раз правильное питание. Еще раз, есть какой-то универсальный рецепт вот этого правильного питания, который подходит вообще для всех? Ну, конечно же, есть. Во-первых, это отмести вот эти самые вот такие нежелательные продукты для человека. Да, фастфуд мы уже определили, кондитерские изделия. Клобасные изделия. Почему? Потому что, во-первых, там это продукты, они, ну, по сути, это рафинированные и искусственные. То есть это или мука, или сахар, или жир, и вот это вот жироуглеводной пустышки. Плюс вкусовые добавки, ароматизаторы, красители, загустители, плавители, усилители вкуса. То есть вещества, которые создают вот это вот ощущение. То есть на языке они, может быть, и вкусные, но они пользы не дают. И плюс организм потом еще от этого чистится, от всего должен. То есть эти продукты как можно реже. Вот захотелось там ни жить не быть, ну, съешьте там что-то, но это не каждый день. Потому что мы должны, все хотим быть здоровыми. А сколько раз в день нужно кушать? Ну, это рекомендуется дробно питание. То есть между едой перерыв не должен превышать 3-4 часа. Потому что если вы, допустим, поели, и потом прошло 5 часов, организму нельзя обмануть. После 3 часов уже организм начинает думать, что начался голод, начинает копить жир. Перед сном после 3 часов он как раз будет требовать поесть. У нас был обед во сколько? В час дня. Сейчас 7 часов у нас вечер. То есть вы ничего не поели. Сейчас 3 часа до сна. И уже 3 часа до сна. И вот что с вами будет в этой ситуации? Значит, ужин на ваш организм положит жировую ткань. То есть если организм голодает, то начинает копить жир. Мы не изменим эти генетические установки наши. Поэтому завтрак обед-ужин по расписанию, а между ними небольшой перекус. На перекус подойдет все, что угодно. Но смысл любого приема пищи — получить углеводы, энергию для жизни. То есть перекусом может быть фрукт размером полстакана, это 100 грамм. Фрукт любой, какой хочется. Это может быть пару хлебцев. Там где-то на работе, там можно дома держать. Это может быть хлебозерновой кусочек, или просто так, или с сыром, или с овощами. Кто как уже ест, кто что любит. Это может быть 2-3 сухофрукта. Вот некогда вам, допустим, вы за эти 5 часов должны найти хотя бы минуту, чтобы съесть 2-3 сухофрукта. То есть организм постоянно должен получить энергию. Хоть что-то. Тогда он пытается сжигать жировую ткань, потому что не все это знают. Жиры сгорают в пламени углеводов. Вот в учебнике по биохимии написано чёрным по белому. То есть чтобы жир израсходовался, углеводы должны постоянно сгорать. И вот в этой печке, в цикле крепости, сгорают жиры. Исходя из этой теории, хочется вспомнить безуглеводную диету. Просто с языка. Давайте мы всё-таки прервёмся на минуточку и продолжим наш разговор как раз с этого. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПЕШЕХОДА ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИЛА ЖИЗНИ ТВОЕЙ ЖИЗНИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 рекомендации. Мясо не чаще трех раз в неделю рекомендуется. Даже курицу. Да, потому что это волокна тяжелая. А вот есть такая всемирная организация по борьбе с раком, она вообще призывает полностью отказаться от мяса. То есть это не вегетарианцы призывают, а вот такая головная организация. Потому что реально мясо тяжелая пища. А в древнем Китае была раньше смертная казнь. Человека кормили только мясом и водой. И за месяц любой человек здоровью просто погибает вот от такой пищи. То есть какой же продукт для нас естественный, если мы от него погибаем. Вот от хлеба и воды еще никто не умирал. То есть не важно, какое мясо. Вообще не важно, чье мясо. А как же легкое мясо индейки, короли. Возможно, оно лучше переваривается, но по возможности все-таки чаще употреблять рыбу, яйца, творог, сыр. Это точно такой же белок, но лучше свариваться. А вот, кстати, о яйцах. Буквально накануне разговаривали, что если раньше была теория, будем так ее называть, что яйца не очень полезны, и что в неделю можно съедать буквально 2-3, то сейчас все в корне поменялось. Разрешили, ешьте. Да, что это просто очень круто. И прям хоть в день понеси несколько. Здравый этот смысл просто восторжествовал. Потому что ведь что раньше говорили? Яйцо — это много холестерина, а у вас он большой, поэтому берите яйца из пищи. Но нужно понимать, что холестерин в еде и внутри — это две разные вещи. То есть вот из того, что мы съедаем, только примерно 20% всасывается, ну не то, что всасывается, вот холестерин, который в организме, 20% он от пищи поступает, а 80% вырабатывается в печени. Поэтому не те продукты плохие, в которых много холестерина, а те плохие, которые заставляют печень вырабатывать холестерин. Это, например, твердые жиры, это опять же мясной жир, это маргарин и пальмовое масло — три вида твердых жиров. У них высокая температура плавления в печени, они резко запускают выработку холестерина. Поэтому можно съесть, допустим, один сливочное масло, где много холестерина, это не так будет страшно. Другой съест вместо этого сливочного масла какой-нибудь маргарин, и у него резко повысится выработка собственного холестерина. В яйцах холестерина много, но это почти не влияет на атеросклероз. Конечно, их не нужно лотками есть, но одно яйцо в ней легко можно съесть. А если больше, это будет уже вредно? А заменить вообще мясо яйца? Ну, если сегодня три яйца, яичницу, да, или что-то еще, а завтра, то посезавтра перевезли, например. Вот все можно, но в разумных пределах и правила нужно эти знать. И вот опять же, что такое яйцо? Представьте, да, то есть это вот скорлупа, а внутри биомасса. И вот из этой биомассы вырастает цыпленок полностью со всеми перьями, с костями, с кожей, с внутренними органами. Вот как ни чудо, да? Вот из этой биомассы получается полностью сформированный здоровый организм. То есть там есть все, что нужно для жизни. Так а может тогда мясо яйцом заменить? Насколько это будет полноценная замена? Ну, это усвояемость по справочнику яичного белка и молочного почти 100%, мясо только на 80% усваивается. То есть 20% мяса догнивает в кишечнике, и вот эти гнилостные продукты как раз и отправляют организм. Поэтому рекомендация к мясу не чаще только раз в неделю, а яйца можете и яйцо в день съедать, и это будет, в общем, яйцо-то ценный диетический продукт на самом деле. Но яйца нужно брать лучше маленькие, а второй категории, они от молодых куриц, у них много витаминов, меньше накоплено нежелательных веществ. Самое плохое это С0. Да. Они все это знают. Ничего себе, а мы наоборот чем крупнее. Чем больше, чем крупнее. Вот такое яйцо это от старой курицы, которая уже накопила нежелательные вещества в организме, она бедна витаминами, то есть маленькие яйцо С2 имеют большую пользу даже, чем яйцо С0. Хотя размер маленький. А с двойными желтками? То что они такие вот прям большие? Ну, это какая-то даже не могу сказать. Курномалу. Желтка почему, да, не знаю, не могу сказать. Ну и, в общем-то, вернемся к белковому питанию. То есть правильное питание для человека это получить энергию, то есть углеводы в каждом приеме пищи. Но иногда вот это придумали белковое питание такое. В общем-то, если посмотреть опять же в любой литературе, белковое питание имеет вот такой список противопоказаний. То есть какое же это питание физиологическое, если оно имеет противопоказания? Правильно, питание никому не противопоказано. То есть нельзя беременным женщинам, нельзя с мочекаменной болезнью, нельзя с атеросклерозом и так далее, и так далее. Потому что организму опять же нельзя обмануть. Если не поступает энергия в виде глюкозы, а это у нас основное топливо, то в организме глюкоза все равно идет как энергия. Где ее взять? Идет распад мышц. То есть глюкоза у нас еще может в организме образовываться из мышечного белка. То есть печень из белка вырабатывает глюкозу, кормит мозг, в первую очередь, как основной потребитель глюкозы. И идет такой, по сути, процесс распада. То есть распадается жировая ткань, мобилизация идет жира в крови, резко повышается количество жиров. Потому что если глюкоза как основное топливо ограничена, то организм вынужден использовать вторичное топливо, это свободные жирные кислоты, жиры. И, по сути, происходит ожирение всех внутренних органов. Вот если вот любого человека, допустим, не кормить несколько дней, у него самого здорового будет ожирение печени. Вот странно, да? Он вообще не ел, а на фоне голодания у него развивается ожирение печени через несколько дней. Самого здорового человека. Потому что эти жиры, они пропитывают все органы и пропитывают и печень, в том числе и кости пропитываются жиром. То есть если длительно, вот коротковременно, посидеть на диете, наверное, не так вредно. Но если человек длительно сидит на безуглеводном питании, на белковом, то остеопороз формируется, ожирение органов, сбой эндокринной системы, то есть риск диабеты, как ни странно, возрастает при этом. Плюс что еще? Резко возрастает риск атеросклероза. Потому что печенка, которая как раз жиры-то и кормит жиром организм, она еще попутно, там все реакции взаимосвязаны с выработкой жира в печени, возрастает выработка холестерина. И там образуется, снижается хороший холестерин, повышается плохой холестерин. То есть, по сути говоря, можно на белковом питании похудеть за 2 месяца, но на 2 года сократить длительность жизни своей. А что бывает у тех, кто постоянно сидит на диетах? То есть не на какой-то одной, а меняет, например. Но это там основа жизни. А смысл, ради чего это делать? А вообще, девочки, хочу быть стройной, сейчас одна диета. Они должны быть индивидуальными? То есть, я так понимаю, после того, как какие-то индивидуальные особенности человека после анализов будут выявлены? Нет, есть правильное питание, оно только одно. У нас как кишечник устроен, наш обмен веществ, есть одно правильное питание. Это дробное питание несколько раз в течение дня. Углеводы как основа, углеводы медленные, небыстрые углеводы. И к ним добавляются частично животные продукты как добавка. То есть, в основном, животные продукты являются источником белка дополнительного, высококачественного, каких-то витаминов небольших и микроэлементов. Просто возьмите справочник по питанию, всем советую. Просто почитайте состав продуктов питания. Наиболее богатые всеми микроэлементами, витаминами, этим же белком, углеводами, это зерно-бобовые продукты. Поэтому, конечно, они должны быть как основа питания. И вот если мясо взять, это наиболее бедный продукт с точки зрения биохимии. То есть, там этот белок, да, жиров незаменимых нет, углеводов, энергии нет. Микроэлементов только железо, цинк, медь и, в общем-то, больше ничего. Витамины В12 и почти больше ничего. И это самая тяжелая пища для переваривания. Плюс твердый жир, который повышает холестерин. То есть, ради чего ежедневно свой организм так вот нагружать такой тяжелой пищей. Поэтому рекомендация не моя международная. Мясо не чаще, трех раз в неделю чаще рыбу употреблять. Она лучше усваивается. То есть, получается, резко худеть – это тоже вредно? Нужно просто переходить, по вашей версии, на правильное питание и не ждать результатов за месяц, а, например, в течение года лучше их получить? Так получается? Нет. Чем человек питается правильнее, тем это полезнее для здоровья. А вес уйдет сам по себе. То есть, организм избавится от лишних жиров. Вот опять же, версия, повторюсь, это не моя. Это, вот есть, опять же, кто хочет углубиться в этом вопросе, есть такие у нас правила питания. Это называется 12 принципов правильного питания, которые разработаны экспертами Всемирной организации здравоохранения. На основании многолетних наблюдений за человеком, исследований всех. То есть, что такое организация ВОЗовская? Она объединяет все исследования со всего мира и дает потом уже рекомендации. То есть, мы можем посоветовать нашим зрителям. 12 принципов правильного питания в интернете посмотреть, да. Первый принцип питания. Здоровая, сбалансированная диета основывается на разнообразных продуктах, но преимущественно растительного, а не животного происхождения. Второй пункт. Хлеб, крупы, макароны. Там нужно есть несколько раз в день при каждом приеме пищи. Да, вот как вот такая рекомендация. Ну, почему так, мы уже сами сказали. То есть, там ограничить мясо рекомендуется, как раз ограничить все вот эти искусственные продукты, сахар, масла, вот эти. Ну, на этих рекомендациях мы закончим, потому что время наше подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о правильном питании. В гостях у нас был заведующий отделением номер 2 регионального эндокринологического центра Владимир Игоревич Милютин. Меня зовут Екатерина Зубарева, и со мной в студии сегодня были мои коллеги Светлана Калышницына и Ирина Сырцева. На этом мы заканчиваем. До свидания. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...